В эфире областной тележурнал «Станица». С вами его ведущая Валентина Малащицкая. Здравствуйте. В Зерноградском районе состоялся большой сбор аграриев на дне Донского поля. Гости были отовсюду. Обсуждали, что и как растет на Донских полях, виды на урожай, делились опытом. С подробностями Татьяна Бочарова и Юрий Санкин. Прямо на полях агроцентра Донской техника в праздник танцевала. И тут же показала, что может работать серьезно. На этот форум съехались представители всех направлений хлеборобного дела. Ежегодно вы даете хороший результат, увеличиваете производство. У вас почти каждый год новые и новые рекорды. И очень отрадно сегодня видеть, и Ростовская область является лидером как раз по производству сельхозмашиностроения. К уборке готовы более 10 тысяч комбайнов. Половина новые. Но надо больше, чтобы снизить потери. Ростельмашу предстоит вдвое увеличить производство. Донские машины и семена помогли и Республике Крым. В короткие сроки увеличить производство зерна. Поля у нас на уровне. За три года, я думаю, уже навели порядок. И урожайность не хуже будет вашей. Машины в деле, люди в общении. Погода благоприятствует, но прогнозировать урожай никто не решился. Его считают только после уборки. Всякое может быть. Затянулась весна. Уборка перейдет уже на более поздние сроки. Это тоже не очень хорошо, как вы говорите. Что нас беспокоит? Беспокоит то, что очень сложная уборка будет. Комбайнов недостаточно в целом по стране. Дожди пошли на пользу растениям. Но зерно ведь должно и вызреть, иначе упадет качеством. А оно сегодня главное. Мы на сегодняшний день заявили себя как экспортно-производящая держава. У нас рядом порты, терминалы. Поэтому в Европе, во всем мире нас ждут с высоким качеством. Потому что в Европе, к сожалению, качественной пшеницы нет. У них есть 90 центнеров, но у них нет качества. А мы нужны в Азии, в Северной Африке. Вот именно с качественным зерном. А это наша земля может выращивать? Это отличие от Европы, да? Да. У нас зона, которая может давать высокобелковую пшеницу. Экскурсии под открытым небом и деловые встречи проходили в свободном режиме под песней зерноградского ансамбля «Вольный дон». Это, пожалуй, самый солидный день поля, который доводилось видеть за последние годы по массовости, по уровню организации, по наличию машин и технологий. Все можно увидеть и можно узнать и поучиться здесь прямо в поле и подготовиться к битве за урожай. Впрочем, со словом «битва» не все согласны. Мы давно уже спокойно в рабочем режиме убираем урожай. Никакой битвы мы уже сейчас не делаем. Техника позволяет это нам делать. Конечно, хочется, чтобы из больше, чем 10 тысяч комбайнов, которые будут работать на полях, уже мы перевалили за 50% – это новая техника. Но когда у нас будет полностью, мы комбайновый парк обновим, конечно, мы прибавим еще в урожай. Вот если бы в прошлом году у нас вся техника убиралась новыми комбайнами, минимум бы на 500 тысяч тонн мы получили больше урожая. Это посчитали наши ученые. Техника, опыт, современные технологии – все вместе позволяют снижать рискованность земледелия, его зависимость от погодных условий. Особенности предстоящей страды обсудили на совещании. Совместно с Министерством сельского хозяйства убедили аграриев, для полноценного сева оборота есть много выгодных яровых культур. В масштабном дне поля принял участие областной филиал Россельхозцентра. Какими должны быть идеальные посевы яровых культур, аграриям Ростовской области показывают на этих опытных участках. Региональный филиал Россельхозцентра решил доказать. Введение в севооборот яровых зерновых – это и прибыльно, и для здоровья полей полезно. Сейчас многие хозяйства дают предпочтение азимым культурам. Иногда по несколько лет на одном поле. Такое обилие несет свои агрономические проблемы. Приводит к большому количеству возбудителей болезней, заболеваний, вредителей, сорняков. В этом году наблюдаем мы значительное распространение злаковых сорняков, посевах азимых, с которыми очень сложно бороться. Они еще свое слово скажут. И для этого мы показываем, что есть большое множество других экономически выгодных культур. Здесь мы сработали с наукой вместе. Несмотря на сложные погодные условия, здесь есть опыт и по применению биологических средств защиты растений, и химических средств защиты. Все препараты отечественные абсолютно. И при правильном соблюдении всех агротехнических приемов абсолютно не нужно кидаться за дорогостоящими импортными препаратами, которые в принципе в аналогах представлены широко у наших российских производителей. Разнообразие культур и их реальная урожайность. Демонстрационные посевы Россельхозцентра организуют уже несколько лет. Полученные в результате опытов данные тщательно обрабатывают и размещают для аграриев в отдельных брошюрах. Также мы выпустили результаты производства демонстрационных испытаний кукурузы, подсолнечника, ировочменя, сорга, сахарно-свеклы в пяти зонах природосельскохозяйств. Это ваш конек был, да? Да, то, что мы два года проводили испытания. И по данным культурам, по схемам защиты, как проводили, все здесь изложено. Демпоказы как можно ближе к хозяйству – главный девиз этой работы. Сейчас областной Россельхозцентр стремится вернуть советский опыт, который продуктивно используют за рубежом, а именно – опытные участки в каждом районе. Чтобы при выборе сортов и гибридов в селе они видели более реальную картину. Работу оценил директор департамента Министерства сельского хозяйства России Петр Чекмарев и пригласил Донской Россельхозцентр на Всероссийский «День поля» в Казань. Поделиться опытом. Если во всей округе есть что-то интересное и даже замечательное, то это только наш Вишневый сад. Так могли смело цитировать фразу из знаменитой пьесы Антона Чехова садовода из Азовского района. Если бы не одно «но». В прошлом году часть сада пришлось уничтожить. Далее в программе наша постоянная рубрика «Россельхознадзор» сообщает. «Россельхознадзор» «Жить и развиваться только в клетках живых организмов». Потери урожая могут составлять до 100%. В 2016 году в результате конторно-надзорных мероприятий был выявлен вирус шалки сивы в одном из казань с Азовского района. Растения были выкорчеваны, сожжены. Болезнь, от которой нет лечения и профилактики, попала на Дон, скорее всего, с импортными саженцами. Барьер от новых вспышек – регулярные исследования. Шарка сливы, кстати, угрожает только косточковым. Слива, вишня, лыча, абрикос, семечковые деревья, такие как яблоня и груша, не заразятся. Обнаружить вирус можно прежде всего на молодых листьях. Мы смотрим визуально на симптомы. На молодых листьях легче всего обнаружить симптомы. Такие более светлые пятна, окружности на листьях. Если есть подозрительные листья, мы их отбираем, мы сдаем в лабораторию на более детального анализа. Мониторинг этого года показывает, что болезнь не оставила следов. Но такие проверки будут проводиться в течение трех лет, чтобы полностью исключить вероятность второй выкорчевки сада. К нам на столы поступает много продукции из фермерских хозяйств и личных подворий Ростовской области. Кто ее собирает, обрабатывает, доставляет на прилавки. Значительную долю в этой системе занимает областная потребка операции. Веселовская райпо – одно из лидеров в этой системе. Чем живешь, райпо, задалась вопросом Татьяна Бочарова. Потребительские общества в силу своей разносторонней деятельности могут полностью накрыть стол собственной продукции. В Веселовском районе акцент на овощи. С хозяйствами заключены договора, и все, что выращено, идет в оборот – доставляется потребителям. Также и мясо, хотя эта отрасль потерпела значительный ущерб в связи с карантином по африканской чуме свиней. У нас в районе было до 40 тысяч голов свиней, до 15 тысяч крупного рогатого скота. А сейчас, конечно, это очень тяжело. Очень больно смотреть, когда население готово все это делать, но возможности нет. Но все-таки будет делать? Конечно, все это пройдет, наверное, стабилизируется. Ведь за это население потеряло где-то около 500 миллионов рублей за этот период, вот когда к району применили санкции по этому. По чуме? По чуме. На днях карантин сняли, но поголовье, конечно, не восстановится. Основной продукт питания, конечно, хлеб и хлебобулочные изделия. Райпо производит их в широком ассортименте. Приходит в основном муж, я не прихожу часто, а муж. Каждый день мы берем хлеб. Очень вкусный этот хлеб, и при том горячий. Вот всегда свежий. Мы вывозим хлебобулочные изделия в бригады, которые работают на полях своим транспортом. Вывозим и в малонаселенные пункты, где отсутствуют розничные предприятия стационарные. Поэтому по просьбе всех и в соседние районы. Райпо обслуживает и социальную сферу, бюджетные организации, детские сады и школы. Потребительская кооперация, во-первых, это качество продукции, во-вторых, это рабочие места. И что касается потребительской кооперации Веселовского района, она занимает достойное лидирующее положение в Ростовской области. Мы пытаемся взаимодействовать, содействовать в том, чтобы продуктами питания, обеспечения, кормления, детские сады, школы занималась наша потребительская кооперация. Заготовка и производство собственной продукции постоянно расширяется. И чем глубже переработка, тем успешнее дело. Делаем кондитерский цех по выработке пряников, печенья, бисквитов и так далее. Вот стройка сейчас идет. Думаем, через три месяца уже ввести этот цех. Кроме того, мы думаем, цех по переработке овощей сделать, засолочный цех. Здесь помещение строится. Если нам удастся это все сделать, то к новому сезону, уже зимнюю периоду, все это будет работать. Торговля – основной вид деятельности потребкооперации. Магазины райпо, сельпо особенные, с местным колоритом. Помещение под вывеской хостовары заполнено всякой всячиной. Есть все. Садовое огородие есть. Есть клеенка, есть, я не знаю, отравы, яды, батарейки. Все есть. Кастрюли есть. Тарелки, кружки. Все есть. Удобрения даже есть? Удобрения для цветов, для сада, для огорода, для всего есть. Моющие средства, посуда на выбор. Очень много, очень большой ассортимент искусственных цветов, экибаны, всякие разные дела. Мы по заказу и просто для красоты делаем. Все делаем. Вам человек зайдет и обязательно что-нибудь для себя отыщит, как вот я сейчас слышу? Обязательно, не хочет, заставим. Стаж работы продавца более 40 лет. Конечно, ее знает весь район. И не только район. Много знаю. Приезжаю тут летом, особенно из Москвы люди приезжают. Ой, вы здесь уже, вы там были, вы здесь уже. Все знают меня. Магазин подразделения Райпо на хозрасчете. У работников есть стимул стараться. И есть планы расширить нужное дело. И ведь при таком ассортименте нет потребности куда-то ехать за товаром. И уж тем более покупать чужую, а не свою еду. На сегодня это все. Через неделю мы вновь расскажем вам, чем живет станица. Удачи в делах и до встречи в эфире.